Раннее барнаульское утро. Большая пробка собралась на улице Попова из-за двух аварий, которые случились одна за другой. Один из автомобилей даже въехал в трамвай. На обоих мостах на въезде в город также аварии. Зима активно пытается ворваться в нашу жизнь. Сегодня пробки и задержанные авиарейсы. В минувшие выходные ураганный ветер, который буквально нарубил много дров. Нам разбили стекло, разбили половину балкона зимдеревом. Соответственно, с утра мы все это убирали очень долго. Сейчас не знаем, что делать. Сказали делать за свой счет ремонт. По итогу уйти с этим в администрацию, у них как-то пытаться отбить. По словам очевидцев, в 2.45 ночь пронзил звон стекла. На Юрина 225 сухое дерево сломалось и упало прямо на балконы жильцов. Три балкона пострадали. Причем в управляющей компании сказали, что большую часть затрат на восстановление горожане должны взять из собственных карманов. К слову, порывы ветра достигали 30 километров в час. Деревья падали практически повсюду. Ураган переворачивал остановки. К примеру, на Попово и Гущино, пересечении Ядринцево и Кирово. В части города и в пригороде не было электричества. В Бийске последствиями разгула стихии также стали поваленные деревья, разбитые рекламные щиты, унесенные заборы и рекламные баннеры. По словам очевидцев, в районе вокзала на девятиэтажке ветер буквально разломал балкон. В гидромедцентре края нам сегодня сообщили, что несмотря на приличный снежный покров, который выпал сегодня, тепло еще будет. Постоянный снежный покров в Алтайском крае, согласно прогнозу синоптиков, установится в начале ноября. А пока дорожные службы пытаются ликвидировать все последствия стихийных разрушений и посыпают дороги песчано-соляной смесью. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.